Здравствуйте, братья и сестры! История – это жизнь, она живая. Например, центром Святой Земли, Палестины, Израиля, не всегда был Иерусалим. Был, например, сейчас никому неизвестный Шило или Силом. Там стояла Скиния, и туда было приковано внимание всех верующих людей. Кто об этом сейчас знает, кому это сейчас надо? Центром русской земли не всегда была Москва. Было время, когда Русь имела центром Владимира-Суздальскую землю и город Владимир. Престол княжеский города Владимира на Клязьме являлся живым, пульсирующим, властным, думающим, переживающим сердцем русского зачинающегося, вернее, уже не зачинающегося, уже довольно оформившегося государства. Потом и сердцем, кстати, Руси был Успенский собор Божией Матери во Владимире, а самым главным местом его было место, где находилась икона Владимирской Богородицы, принесенная с Вышгорода из-под Киева князем Андреем Боголюбским. И это все было следующим образом называлось. Русь – это дом Богородицы, Владимир – это сердце Руси, а самая главная точка в этом сердце, глубокая, пульсирующая, яркая – это икона в Успенском соборе. Вот такая историография была на Руси несколько столетий. А сегодня мы говорим об этом, потому что Владимирская икона поминается и почитается. И мы вспоминаем о Божьей Матери, глядя на эту чудную икону, находящейся в Третьяковской галерее, кстати говоря, пользуясь случаем, стоит напомнить, что православные люди, гости в столице или живущие в столице, люди постоянно, москвичи, должны, должны просто-таки, должны посещать знаковые места, музейные, например, театральные и прочее, чтобы быть образованными, просвещенными людьми. То есть нельзя жить, например, в России, в Москве много лет подряд и не бывать ни разу в Третьяковской галерее. Нужно выбрать какой-нибудь из дней, когда ты свободен, а галерея открыта, и пойти туда. Ты всего не обойдешь, это все не съестся в один присест, но ты будешь там, ты обвеешься духом новых полотен, старых полотен, и обязательно нужно пойти туда, где Богородица грустными глазами смотрит на согрешившее, отпадшее человечество, держит в руках любимого сына, который будет умирать за людей, и смотрит на людей, как бы говоря им, что же вы делаете, и что вы еще сделаете, вообще как это можно. Вот этот образ ее, кстати, вы его видите постоянно, например, не обязательно в Третьяковке, вы видите его на телеэкранах, потому что есть такая заставка одной из американских кинокомпаний, очень известных, не будем называть ее имя, чтобы не рекламировать, где именно Владимирская Богоматерь смотрит на человека умным и испытующим взглядом, таким, говорит, ну что ж ты делаешь? Вот сегодня ее память, сегодня к ней, да всегда к ней, Матерь Божия это вообще, это хребет России. Любовь к Богородице это один из фундаментальных моментов, формировавших и формирующих русскую душу. Если вынуть этот элемент из русского сознания, русская душа превратится в какую-то нечисть. Боже сохрани, Царица Небесная, прости нас, помогай нам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова